Другого снежня премьер-министр Беларуси Роман Галовченко презентовал парламенту программу деяния у Раду на наступную пятигодку. А уже 7-го снежня отбылась нарада у Лукашенко об выниках працы экономики в бягучем году и планах на 2021-е. Что это означает для беларусов и как это одобьется на наших с вами гаманцах. Выглядите программу «Экономика с Чалым». С вами у вас на Сергей Чалы. И Анна Галета. И у нас замена в команде связана с тем, что был задержан журналист Белосата Станислав Ивашкевич. У нас банк как бы говорит, ребята, остановитесь, но тут уже, значит, это для нас начинает становиться больно. Мы хотим, чтобы вы ели больше и за это мы будем вас просто кредитовать больше, а не доходы у вас будут расти. А Лукашенко, как мы видим, продолжает фактически упорствовать в своих же собственных ошибках и фактически усугубляет этот политический кризис, который приводит к этим экономическим последствиям. Почнем, як завсёды с фронтовых звездок. У Беларуси не спиняется рост коштов. На яким узровне зараз находится инфляция? Да, инфляция действительно продолжает ускоряться на самом деле. Сейчас у нас по сравнению с 5%, которые мы хотели получить по итогам года, уже есть год к году 6,6%. Месяц назад было всего 6,2%. Плюс сам Роман Головченко говорил о том, что по итогам года ожидают они меньше 7,6%, то есть по сравнению с 5% это очень много. Ну и самое главное, что начинают влиять уже в том числе и регулируемые цены, мы это видим, начинают повышаться цены на циркмуникационные услуги, на проезд в общественном транспорте, на железнодорожный транспорт и так далее, и так далее. То есть подключились и те компоненты, которые раньше сдерживали эту самую инфляцию. Чему это отбывается? Я думаю, что на самом деле это сознательное действие. Я думаю, что просто для того, чтобы уложиться в планы на следующий год вблизи 5%, лучше как бы основное повышение административной инфляции провести до конца этого года. То есть чтобы эффект высокой базы позволил эти планы исполнить. Но на самом деле тут еще важно даже не сколько собственная инфляция, сколько, мы уже в нескольких передачах до этого говорили, важны инфляционные ожидания населения. Насбанк регулярно это дело мониторит. Они важны, как вот эти самые ожидания влияют на будущее их потребительское поведение на финансовом рынке. Например, все больше люди выбирают наличные деньги. То есть за последний квартал, если бы последние три месяца, значит, с 30 до 35% увеличилась доля людей, которые предпочитают кэш. А если смотреть желающие хранить сбережения в банке, то там жуткая тенденция. То есть было год назад, в ноябре, 28%, сейчас 9% только желающих выбирать депозиты. Плюс мы знаем, что сокращались величины этих депозитов. Примерно с начала года около 3 миллиардов долларов было населением вынуто из вкладов. Это мы сейчас говорили только про население. Есть еще такой интересный обзор. Значит, сводный индекс Института приватизации и менеджмента ИПМ. Это опрос руководителей частных предприятий относительно того, чего они ожидают. Как они оценивают, как изменилось их экономическое и финансовое положение, как изменить продажи, что будет с занятостью. То есть собираются ли они набирать или увольняк людей. Финансовое положение. Финансовое положение в ноябре негативно оценивали 35%, а в октябре было всего только 21%. То есть довольно серьезный рост. Значит, плюс почти у половины за последние 2-3 месяца произошло падение объема производства. И плюс львиная доля из них говорит о том, что последние 2 месяца оценка рисков ведения бизнеса либо высокая, либо очень высокая. Ну и первичным фактором является политическая или экономическая неопределенность. Собственно, вот этот политический кризис. Политический кризис, он, видимо, не закончится слишком быстро. Последствия его с точки зрения экономики, они уже достаточно серьезны. И нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы каким-то образом его купировать. Вот, например, недавнее решение Национального банка, так сказать, предписание Следственного комитета о том, что разблокируйте счета людей, которые ушли в минус из-за того, что вы списывали в безакцептном порядке с них сумму помощи, которые приходили из различных фондов, например, Байхелп и так далее, что они не могут покрываться средства, которые, если скажем, эти деньги были использованы, они не могут забираться из зарплаты, из пенсии, чего-то еще. А важно то, что самостоятельные действия властей сейчас, они уже сейчас, до всяких санкций, уже приводят к ощутимым негативным последствиям, с которыми нужно бороться. Национальный банк как бы говорит, ребята, остановитесь, но тут уже для нас начинается больно. То бакулады уже начинают очувать экономичные наступства политического кризиса, и что они собираются с этим делать? Да, вот это вот самое интересное на самом деле. Мы видим, как все более, что называется, реалистичными становятся планы на следующий год. Если вот начинать с совещания, которое прошло у Лукашенко по итогам работы 2020 года и планов на следующий год, пропала идея того, что мы хотим 3,5% на следующий год. Это уже всего 1,8%, но при этом уже не собираемся не допустить спада в этом году, а предполагаем, что он может составить 1%. То есть складывая одно с другим, мы получаем, что в общем и целом с этого момента планы, по сравнению с тем, что были, вместо 3,5% стали меньше всего 1% роста. Это как бы признание того, что экономика больше себе позволить не может. Интересно, что несмотря на то, что планы, как бы скажем так, стали все менее амбициозными, то методы, которыми их эти такие не очень серьезные результаты планируются добиться, все равно довольно такие, скажем так, сильные. А за кое с чего улады планы стимулировать рост экономики? А вот тут тоже интересный момент, связанный с тем, что, как я уже говорил, практически везде заметно, как рыночные механизмы начинают подменяться административными. То есть видим, что растет инфляция, значит, надо там сдерживать цены административно. Каким образом? У нас и раньше был список так называемых социально значимых товаров, на которые цены регулировались. Украшин говорит, а почему только их? Давайте туда еще повключаем разных товаров. Например, то есть товары длительного спроса, давайте и на них будем регулировать цены, но мы же знаем, чем приводит обычно государственное регулирование к возникновению просто дефицита, потому что товары отказываются продаваться по тем ценам, которые им чиновники восстанавливают. Идея возникла, Головченко ее озвучивал, а давайте мы придумаем стимулировать внутренний спрос не только на товары, но и услуги по схемам потребительского кредитования. Ну, то есть он говорит, вот мы Джили, например, придумали же схему через Беларусьбанк, а давайте мы таким же образом придумаем схему, например, кредитовать какой-нибудь отдых там в наших санаториях или что-то еще в этом духе. Ну, то есть понятно, что собственных средств населения мало, возможности бюджета помочь им не сильно много, поэтому из серии, как это, мы хотим, чтобы вы ели больше, и за это мы будем вас просто кредитовать больше, а недоходы у вас будут расти. То, что, в принципе, сейчас уже происходит, и то, что уже создает проблемы для макроэкономической стабильности. Нет, они есть, но они все из серии, там, давайте напряжемся, а давайте прикажем экономике работать лучше. То есть это все мы проходили, это все, в принципе, давно уже не работает. Что здесь важно сказать? Мы помним, что буквально пару месяцев назад Роман Головченко говорил, как-то вот, значит, наши независимые экономисты советуют нам всякую ерунду. То, что, в принципе, мы и так можем вычитать в учебниках экономики первого-второго курса. Нам нужны какие-то более там приземленные, более имеющие реалистичное отношение к нашей экономике советы. В итоге проходит время и выясняется, что нет, все-таки такие нужны советы первого-второго курса экономики. Фактически именно они начинают перениматься. В одной из передач мы рассказывали, что как важно, прежде чем запускать экономический рост, необходимо провести реформу предприятий госсектора, а до того, чтобы ее провести, нужно хотя бы провести сортировку. Кто из них же не способен, кто же не способен там с господдержкой, а кто совсем не жизнеспособен и которых нужно к чертям закрывать, потому что они сами не живут. И ровно это начинает закладываться, значит, в программу действий правительства. Вот я начинаю цитировать Головченко. Он говорит, практически 80% предприятий, я думаю, это слишком оптимистично, говорит, это хорошее, противеспособное, самостоятельное, прекрасное, все. Для этих предприятий планируется реализация пилотного проекта по созданию госкорпораций. То есть они и так целиком были государственные, они и так целиком работали, исходя из планов. Теперь давайте мы их еще объединим в новую какую-то единую структуру и ей будем еще дополнительно какие-то планы устанавливать. То есть никакой реформы в этом нет, просто идет административное перераспределение стимулов и полномочий. Дальше. Вторая группа предприятий, он говорит, это те, которые, да, сейчас имеют высокую долговую нагрузку, в основном это последствия модернизации, их там около 250, они могут развиваться, но им нужно помочь. А вот 400 предприятий, значит, это третья группа, они устойчиво неплошеспособны. Значит, из них там можно сохранить жизнь, если сильно постараться, примерно двум десяткам, а остальные, типа, вот как бы должны быть там ликвидированы, перепрофилированы, рабочая сила должна быть куда-то направлена и так далее, и так далее. Просто, чтобы было понятно, 400 предприятий из примерно 3000 с небольшим, там, 3200 примерно у нас всего крупных и средних предприятий государственных, это вот фактически означает, что девятая даже часть, да, предприятий, по признанию самого премьера, они фактически мертвы. Их просто нужно ампутировать. Так, а что робить с этими предприятиями? Ответ предельно простой. Давайте разработаем специальный закон о госпредприятиях. Но у нас же не было закона о госпредприятиях, а с его появлением, конечно, ситуация резко улучшится. Глава правительства уверен, цитирую, закон снизит издержки предприятий, улучшит их финансовое положение. Непонятно, как на это повлияет закон, но окей, желать можно все, что угодно. Но даже при этом, при всех вот этих стимулирующих мерах, как я уже говорил, планируется совсем несерьезный экономический рост. И даже при этом планируется довольно большой дефицит бюджета уже который год. То бишь, это означает, что тратить государство будет больше, чем на самом деле зарабатывать в виде налогов. В этом году планируется дефицит порядка 3 миллиардов белорусских рублей. А за кое-что возникает этот дефицит? Вот, это важный вопрос на самом деле, потому что планируется рост расходов на социальную сферу, там как раз примерно на 3 миллиарда. Но основное, конечно, это в этой социальной сфере расходы на здравоохранение. До речи, за непротягливый час Лукашенко побывал уже в четырех медичных установах. Что это означает? Он признал коронавирус или это некие другие его планы? Я думаю, что да, конечно, несомненно, его администрация понимает, что много ошибок было сделано в первой фазе. Соответственно, он посещает именно те места, где были раньше какие-то либо сильные медийные эффекты. Ну, например, мы помним Витебск был первым, мы помним столбцы вот этой истории. Да, да, именно так. И Лукашенко пытается, вроде бы как он понимает, что ошибки были совершены, но как эти ошибки не признать, а сказать, что на самом деле все было хорошо. И тут он вспоминает любимую свою аналогию, это Вторая мировая война. Он говорит, это же у нас, говорит, первая волна была примерно как Красная армия в 41-м году, а сейчас-то у нас есть опыт боев, да, и сейчас мы уже где-то ближе к 45-м. Но вообще, если внимательно смотреть на эту аналогию, то она оказывается совсем не такой комплементарной, как кажется Лукашенко, потому что мы же знаем, что львиная доля провалов Красной армии в первые годы войны, она была вызвана просто некомпетентными действиями до этого руководства страны. То есть фактически он как бы расписывается в том, что мы наделали вот столько глупостей, и мы же знаем, что если продолжать эту аналогию, что победа-то была достигнута главным образом не благодаря властям, не благодаря полководцам, а благодаря успеху, собственно, и подвигу полевых солдат. То есть фактически самих медиков, они скорее всего понимают, что именно медики сейчас находятся, как Владимир Ильич Ленин сказал бы, они являются передовым классом вот этой вот буржуазно-демократической революции, которая у нас происходит. Потому что они видели наплевательское отношение властей весной, они видели результаты репрессий, там пыток, избиений и так далее, издевательств людей первыми, кто все это наблюдали. Видимо, Лукашенко чувствует, что надо как-то этих людей то ли успокоить, то ли запугать, то ли непонятно что, что-то им пообещать. Что он может им пообещать? На самом деле почти ничего. Вот он приезжает в столбцы и говорит, мы сейчас для вас там будем переоснащать вот эти районные больницы, в течение пяти лет все, значит, переоснастим. А в ситуации, когда срок и горизонт планирования настолько короткий, что представить себе, что у этой власти есть еще пять лет, и там кто-то будет дожидаться этих обещаний в течение пяти лет. То есть пять лет это примерно то же самое, что сказать, ну, когда-нибудь. Так вот, я просто хотел бы вернуться вот к чему. Относительно того, насколько наш опыт был уникален, насколько он на самом деле был верен. Мы же знаем, что мы фактически повторяли вот то же самое, что делала Швеция. Али там все ж таки были некие меры социального дистанциевания. Это так, но они не были обязательными. Они были, что называется, так же, как и у нас, вы был, сами решайте, говорила правительство. Расчет был на что? Вот та самая стратегия обретения коллективного иммунитета. Мол, предположение было в том, что вакцина появится очень нескоро, но получилось как? Как мы знаем, вакцина уже появилась. Больше того, она прямо сейчас уже начинается, ее массовое разворачивание там, что в Европе, что в США. А результаты вот этих вот самых мер, давайте мы как бы позволим самим гражданам, самому бизнесу решать, что делать, привели к тому, что расчет же был на то, что спада будет меньше, что все будет продолжать работать. Но выяснилось, что страх все равно работает. Что, скажем, первая половина этого года ВВП Швеции упал на 8,5%. То есть даже больше, чем у других стран. Почему соседей? Потому что, как сам бизнес говорит, да, говорит, у нас не закрывали, но в других странах тех, где государство предписывало закрытие бизнесов, предписывало ограничение массовых предприятий, оно же предпринимало специальные планы поддержки и помощи бюджетной. А у нас, говорит, ничего этого не было, поэтому мы пострадали сильнее всего. Чтобы загубили и экономику, и житель людей. Да, и вывод получается такой, что нет на самом деле этого выбора. За все время смертей в Швеции было около 7 тысяч, при этом у соседей, там Дания, Финляндия, Норвегия, там 800, 400, 300. То есть в разы, там, в 10, в 20 раз меньше. Что получилось у нас? Единственная разница только в том, что мы, как я уже сказал, просто административными мерами работали на склад и тем самым не допускали этого спада ВВП. Но да, проблема только в том, что мы в итоге работаем на склад, потому что внешний спрос упал достаточно сильно. И потом Головченко отчитывается о том, что по сравнению с маем, когда вот пик был этих складов, реально был рекордный запас по сравнению с объемом месячного производства. Он говорит, как мы героически сумели их уменьшить, а уменьшить почему? На самом деле там целиком административные вещи. Слухайте, ну а то, что Министерство Аховы Здоровья продуглеживает на наступный год 50 миллионов белорусских рублев на то, как бы набыть 2 миллионы доз вакцины, ну, может быть, российской. Не кажу про то, что оно все-таки клопотит с того, с держава, про здоровье белорусов. То бишь, это примерно 10 долларов за одну дозу. Я просто для интереса полез сравнить, сколько же будет стоить для, как бы, граждан Европы и США, сколько будут стоить вот эти самые вакцины, эффективность которых уже доказана. При этом мы знаем, что большинство вакцин, которые сейчас существуют, либо Pfizer, либо Moderna, либо AstraZeneca, вот три основных, которые сейчас есть на рынке, они предполагают, там, две дозы, там, с разницей в 3-4 недели. Так вот, выясняется, что первая доза, первые 100 миллионов доз, 100 миллионов доз для США, для Pfizer вообще будет бесплатной. Значит, а розничная цена будет примерно 20 долларов за дозу. Ну, дороже, чем у нас, понятно. Moderna примерно, значит, тоже первых 10 миллионов по 15 долларов. Почему? Ну, почему там все время получается так дешево поначалу? Потому что правительство дополнительно еще и финансировало разработку и вот эти испытания. Moderna будет стоить порядка 30-35 долларов для, там, розничных продаж. Но есть вакцина AstraZeneca, которая по-другому она построена, чем вакцины вот эти две, которые я говорил. Получается, что для США там всего 4 доллара доза. И при этом, что важно, вот AstraZeneca, она является членом такой вот очень важной глобальной инициативы, она называется COVAX, которая своей целью ставит распространение большого количества, 2 миллиарда доз предполагается распространить в странах с низким и средним доходом, значит, населения, при цене менее 3 долларов за дозу. То есть, фактически, если бы мы не заморачивались и не привязаны были так к России, и не выступали бы наши люди сейчас практически испытуемыми этой вакциной, а именно этот процесс, по сути, продолжается, то, по большому счету, можно было бы, ну, опять же, не будь политического кризиса, можно было бы дешевле и, наверное, эффективнее найти способ вакцинации. Неньше. Да, совершенно верно. Ну, в конце концов, черт возьми, дайте возможность людям выбора, да, и хотя бы на коммерческой основе покупать эти дозы. Ну, вот у нас пока, как сказать, государство само определяет, что нам можно, что нам доступно, чего нет. То есть, это вот, еще раз говорю, общая, как бы, тематика нынешней нашей передачи – это то, что на все вызовы у нас один ответ – будем усиливать государственное регулирование. Больше того, я бы даже сказал, что у нас, получается, сейчас такая очень необычная ситуация связана с тем, экономические власти, как мы уже говорили, начинают осознавать экономическое последствие, что они, видимо, будут длительными и достаточно неблагоприятными, нужно что-то с ними делать. Вот мы понимаем, что население сокращает свое потребление, снимает деньги, бизнес из-за неопределенности не собирается не развиваться, ожидает только сокращения. Нужно как-то, значит, ну, хоть как-то пытаться поддерживать эту экономику, да? Значит, что делает в этой ситуации Лукашенко? Даже когда он говорит про экономику, видно совершенно четко, что у него в приоритете не экономика. Вот он буквально на этом совещании опять зачем-то вспомнил про вот этих самых тунеядцев. Срочно составить списки там, хотя они уже есть, там, 380 тысяч по всей стране. Снова, значит, обеспечить их всей работой, а дальше следует фраза. Почему? Потому что иначе они шатаются на улицах, они ходят на протестные акции и так далее. То есть понятно, что вопрос не в экономике, вопрос не в том, чтобы людям помочь, вопрос в том, чтобы, как сказать... То, как Лукашенко, у него не столько на первом плане экономичные, там, меты, як политичные. Это так, да, совершенно верно, это четко очень видно. Экономические власти понимают, что политический кризис уже вовсю начинает влиять на экономику. Ну, нужно что-то делать для того, чтобы с этим справляться. А может быть, даже, как Национальный банк делает, влиять и на силовиков, на их решения, да, как-то отыгрывать какие-то вещи. А Лукашенко, как мы видим, продолжает фактически упорствовать в своих же собственных ошибках и фактически усугубляет этот политический кризис, который приводит к этим экономическим последствиям. Каб не пропустить наступные выпуски программы «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Берсат в Ютьюбе и социальных сетях. С вами были Сергей Чалым и Анна Галёта. До встречи! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok